Здравствуйте! На канале ГАРТ новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. Более 13 тысяч семей в Гагаузии подали документы для получения регионального пособия в холодный период года. Бюст поэту, писателю, драматургу Денису Таносогла был открыт в его родном селе Керетлунга. В Камрате почтили память Михае Еминеску. Группа саперов вместе с представителями Министерства внутренних дел Молдова осуществила контролируемый взрыв остатков ракеты, упавшей 14 января вблизи села Ларго Бричанского района, граничащего с Черновицкой областью Украины. По данным ведомства, в найденной боеголовке ракеты содержалось около 80 килограммов взрывчатого вещества. Как сообщили в МВД, из местных жителей никто не пострадал. Это уже третий случай, когда обломки ракет после обстрелов в Украине попадают на территорию Молдовы. 30 хирургов из Молдовы прошли подготовку лечения больных с травмами в условиях военных конфликтов и стихийных бедствий во враждебных условиях с большим числом пострадавших и ограниченными ресурсами, сообщает Ньюсмейкер. Мероприятие организовали в Кишневе представительство ВОЗ в Молдове и фонд Дэвида Хотта из Великобритании в сотрудничестве с Университетом медицины и фармацевтики и при поддержке ЕС. В обучении использовали новейшие технологии. Врачи смогли попрактиковаться на анатомических моделях и других тренажерах, точно имитирующих человеческое тело. А также перенять богатый опыт врачей из фонда Дэвида Хотта, которые работали и преподавали в Йемене, Ливии, Ираке, Украине. Все инструкторы приехали с огромным личным богатым опытом лечения травм, полученных во время войны и катастроф. Этим опытом они поделились с нами. Одной из сильных сторон курса была его структура. Во время теоретической части демонстрировали реальные случаи, а затем отрабатывали различные практические навыки и маневры, сказал хирург Марин Вазиян. Тренинг является частью серии тренингов, запланированных в ВОЗ в Молдове, чтобы помочь обучить и наращивать потенциал клинического и управленческого персонала в области работы в условиях массовой гибели людей. В целом эти курсы мирового класса, созданные известным британским хирургом Дэвидом Хоттом, прошли более 800 врачей из 10 стран. Власти Турции должны сохранять возможности для ведения полноценного диалога с Россией и выполнения функции посредника между Москвой и Киевом, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Кто-то должен говорить с Россией. Без диалога мы зайдем в тупик. Нам следовало бы ожидать от Запада благодарности в адрес нашего президента, цитирует его ТАСС. Акар отметил, что договоренность по зерновой сделке могла бы стать образцом для достижения мирного соглашения между странами. Президент России Владимир Путин ранее подтвердил турецкому лидеру открытость российской стороны к диалогу по Украине. В селе Казакли внедряются важные социальные проекты. В детском саду населенного пункта была проведена реконструкция системы газоснабжения и установка котла на биотопливе. Также проводится реконструкция кровли гимназии. Башкан Гагаузи Ирина Влах в ходе своей рабочей поездки в Казаклию проинспектировала качество выполняемых работ. Подробнее в сюжете Олега Дулогла. Директор дошкольного учреждения номер один села Казаклия Татьяна Варбан отметила, что данный проект очень ждали. Дети смогут получать знания в хороших условиях. До этого у нас был старый котел, который служил этому детскому саду лет 20, а может и больше. Не такая отдача тепла была, поэтому надо было реализовать этот проект, сделать его, чтобы дети находились в условиях комфорта и приходили в детский сад, чтобы они были в тепле, в хороших условиях. В 2022 году селу Казаклия из регионального бюджета Гагузи была выделена сумма 706,6 тысяч леев по капитальным инвестициям. А на решение местного совета было направлено на реконструкцию газоснабжения дошкольного учреждения номер один села Казаклия. Данный проект предполагал замену газового котла и установка котла на биомассе. Я хочу сказать, что проект реализован за один месяц. Получается, в данное время котлы работают, именно пользуемся котлом на биомассе. Во-первых, это очень экономично, получается экономия как минимум в два раза. Были заменены котлы на газе, два котла. Также был установлен котел на биотопливе, то есть на плетах. Это значительно улучшило качество отопления, а также экономию со стороны биоресурсов. Также при мэрии села Казаклия проводятся строительные работы по реконструкции кровли гимназии по программе «Европейское село». Общая сумма проекта составляет 2 миллиона 300 тысяч. Иван Момот отметил, что кровля гимназии не менялась с 61-го года. И реализовать данный проект было очень важно. Как отметил Иван Момот, в ближайшие 20 дней проект будет завершен. Данный проект предполагал полностью демонтаж старой кровельной системы, заливка пояса несущего и установка новых стропильных систем и кровли именно покрытием профнастил. На данный момент уже сделаны работы на более чем миллион сто. Мы видим, что большая часть работ уже проведена. И согласно графику работ все провыводится своевременно и качественно. С 2015 года из регионального бюджета ГАГУЗИ было инвестировано 20 миллионов лев в развитие инфраструктуры села Казаклия. Олег Дулаг, Леонид Афанас, ГРТ Новости. Более 13 тысяч семей в ГАГУЗИ подали документы для получения регионального пособия в холодный период года. Прием документов продолжается. Сколько он продлится и кто имеет право на данные выплаты в сюжете Валентина Чабан. Подать документы на получение пособия за холодный период года можно будет и в выходные дни. Социальные ассистенты будут работать. Такое решение принято Главным управлением здравоохранения и социальной защиты ГАГУЗИ в связи с высоким ажиотажем среди жителей региона. Глава ведомства Светлана Дулева сказала, что списки будут дополнены с целью охватить всех, кто имеет право на данные выплаты. Кто-то постесняется, кто-то не захочет пойти постоять в очереди в примарию, получить эту справку. Мы будем после того, как все подадут, выявлять все эти семьи и стараться самим приглашать их для того, чтобы они все-таки подали. Социальная программа была изменена. Если ранее в нее могли быть включены два и более члены семьи, то теперь получателем является в целом семья. И неважно, может быть в семье проживает один пенсионер, один инвалид, или это многодетная семья, и там еще есть пенсионер. В любом случае получателем является семья. Оно получает одно пособие. Подать документы на получение пособия за холодный период года можно будет и в феврале, и в марте, отмечает Светлана Дулева. Даже если житель подаст заявление в март, 30 марта, он получит за все три месяца, за январь, февраль и март. Хочу успокоить население и призвать население. Не паниковать, не толпиться ни в каких очеретях. Спокойно. Если есть большая очередь, можно прийти на следующий день, через день. Для оформления регионального пособия за холодный период года необходима справка о составе семьи, выдают ее местные органы власти. Постоянный слушатель радио ГГАУЗИ Кирилл Статов позвонил в редакцию и сообщил о сложностях, с которыми сталкиваются жители при получении данного документа. При этом он не уточнил, о каком населенном пункте идет речь. Справка о составе семьи не выдается, пока не заплатишь налог по хозяйству. Сообщений о подобных случаях в Управлении здравоохранения, по словам Светланы Дулевой, не поступало. Я призываю премарии не создавать людям дополнительных препятствий для получения этой справки. Я думаю, что даже если у них есть такая ситуация, они должны найти другие какие-то законные методы, чтобы люди заплатили налоги. Но не выдачи справки о составе семьи, я думаю, что они где-то что-то нарушают. В новое постановление о региональном пособии на холодный период года включены 8 категорий семей, имеющих право на выплаты. Первая – это семья, в которой имеется пенсионер любого возраста, вышедший на пенсию по возрасту. Вторая категория – это семья, в которой имеется инвалид первой группы, будь то ребенок, будь то взрослый. Если он имеет сертификат об инвалидности с первой группой, то он тоже подлежит. Третья категория – это инвалиды детства старше 18 лет всех трех категорий – и первой, и второй, и третьей. Четвертая категория – это многодетные семьи, где четверо и более детей. Пятая категория – это семьи по потере кормильца. Шестая категория – это семьи, где есть участник афганской войны. Седьмая категория – это семьи, где есть участники чернобыльских событий. И восьмая категория – это новая категория, которую мы вынесли в это постановление. Участники силовых структур, которые у нас есть и в другой программе, но с этого года мы и в эту программу тоже их внесли, и они тоже будут получать пособия. Граждане, которые будут оформлены на пенсию в ближайшие месяцы, допустим, в феврале или в марте, также смогут стать бенефициарами данной программы, отметила Светлана Дулева. Приходят к нам в феврале с пенсионным удостоверением, но он уже получит в феврале и марте. Бенефициары республиканской программы по выплате пособия за холодный период года, а таких в Гагаузии более 10 тысяч семей, по региональной программе с ноября по март будут получать по 200 леев. Остальным же на протяжении пяти месяцев отопительного сезона будет выплачиваться из регионального бюджета по 700 леев. С 2023 года физические лица, резиденты и нерезиденты имеют право ввозить транспортные средства, заявленные действием и помещенные по таможенный режим временного воза на таможенную территорию Республики Молдова на срок до 180 дней в течение 12 месяцев подряд без исключений. Водители автомобилей, которые зарегистрированы за границей, вышли в воскресенье 15 января на первый протест против новых изменений в таможенном кодексе. Они озадачены новыми изменениями и просят власти пойти им навстречу. Водители, не уступающие дорогу пешеходам, могут лишиться водительских прав. Акция протеста была организована в полдень под мостом на телецентре. В ней приняли участие около 40-45 водителей, пишет реалитат НД. Дата второго протеста пока неизвестна, но участники уверены, что акция повторится. Бюст поэту, писателю, драматургу Денису Тоносоглу был открыт в его родном селе Кириэтлунга. Его установили во дворе гимназии, где ранее располагался дом гагаусского классика. Подробнее в сюжете. Память о поэте, писателе, драматурге Денису Тоносоглу увыковечили в его родном селе Кириэтлунга. На территории гимназии 13 января состоялось официальное открытие бюсты ученого и классика гагаусской литературы. Примар в населенного пункта Валентина Кайкэ отметила важность этого события. Он своими трудами, своей жизнью прославлял всегда Кириэтлунгу. Но кроме того, что и Кириэтлунгу, еще и гагаузию. Он стоял у истоков нашей литературы, у истоков нашего гагаузского языка. Поэтому коллегиально было решено, чтобы памятник установить, бюст, на территории нашей гимназии, которая тоже носит имя Дениса Николаевича Тоносогла. Так как здесь когда-то он жил. Здесь, на этой территории, находился его же дом, где он родился. Сто лет прошло. Со дня рождения этого талантливого сына гагаузского народа. Но его дела живут с нами. Живет литература. Живут его стихи, его поэмы, его роман. Живет то, чем жил он. Поэтому я думаю, что пока мы будем, как гагаузы, сохранять свою идентичность, имя Тоносогла, дело Тоносогла будет жить среди людей. Денис Николаевич Тоносогла всегда старался быть первым, и ему это удавалось, отметила глава автономии Ирина Влах. Ведь он является автором первого романа о гагаузском языке, первого гагаузского алфавита, первого сборника стихотворений. На самом деле очень символично, что именно здесь установлен этот джуз, потому что здесь был его дом, здесь преподавал его отец. Поэтому, ребята, помните, гордитесь, учитесь, и всех себя посвящайте тому, чтобы свое будущее, ваше будущее, было только в вашем селе, нашей гагаузе и в республике Молдова. Ранее в гимназии села Кирит-Лунга была установлена мемориальная доска в честь Дениса Тоносоглу. 2022 год в гагаузе был посвящен его памяти по случаю столетия гагаузского классика. Пария Статова, Татьяна Казакова, Владислав Табачук, Артем Топал, Новости ГРТ. В селе Кирсово почтили память ветерана войны в Афганистане Михаила Тоносогла. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Ветеран войны в Афганистане Михаил Тоносоглый родился 28 февраля 1959 года в селе Кирсово. Окончил среднюю школу, затем Сызранское высшее военное летное училище. В республике Афганистан служил воинской части в должности командира вертолета Ми-24. Совершил 145 боевых вылетов. Очень жалко, что жизнь его оборвалась так рано. Очень жалко, что погибают такие хорошие, замечательные люди. Ну, нельзя говоря, что Бог забирает себе лучше. Мы были там 18-летними мальчишками, и все самое ценное в нашей жизни мы оставили там. Поэтому вы читаете на словах этого экрана, Афганистан болит в моей душе. О жизненном пути Михаил Тоносоглый рассказал его друг и школьный товарищ Константин Челак. Я за эти 20 лет с кем бы ни говорил, от диспетчеров, борттехников, кто только знал Мишу. Только говорили о хороших словах. Но мне больше задели слова. В то время он был замкоманированской обереги по летной части. Миша, говорит, был талантным летчиком. Гагаузия много что потеряла. Но судьба есть судьба. Подвиг Михаила Тоносогла никогда не будет забыт, подчеркнул примар Силакирсова Сергей Сапунжи. Через наши сердца, через сердца матерей, братьев и сестер, родителей прошли судьбы тысячи молодых ребят, которые отдавали долг своей родной земле. Мы знаем, мы верим и мы убеждены в том, что мы поступили правильно, что советские воины с честью выполним свой долг. В рамках концерта организованного администрацией гимназии имени Михаила Тоносогла были исполнены песни и стихи, посвященные памяти воина-интернационалиста. Завершилось мероприятие выступлением группы «Батя энд эх афгана». По инициативе отдела по развитию молодежной политики Главного управления по делам молодежи и спорта ГАОЗИ и руководителя русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича в автономии стартовали выездные выставки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы. Первые мероприятия прошли в учебном заведении Сладисгинжа и села Кирсова. В гимназии имени Михаила Тоносогла села Кирсова прошел урок патриотизма. Ученикам рассказали о важности сохранения памяти о людях, погибших в период войны. Мы провели мероприятие уже в районе Басарабяска, в Олежском районе, в Бельце, в Кантемирском районе. И сегодня рассказываем о выставке жителям ГАОЗИ, жителям села Кирсова и других населенных пунктов автономии. Учитель истории гимназии имени Михаила Тоносогла Ольга Третьяк подчеркнула, что в программе урока истории мало часов уделено событиям Второй мировой войны. На уроках истории они видят практически постоянно только одно и то же лицо. И даже если ты готовишься супер, как интересно, и приводишь самые интересные факты и примеры, то свежая струя, новый человек, который в своем стиле расскажет, покажет непосредственно ту наглядность, которую мы не имеем возможности использовать на уроке. Это детям сегодня было невообразимо интересно. Ученики гимназии отметили, что необходимо бережно хранить память о своих дедах и прадедах. Важно помнить все, потому что история – это прошлое, это настоящее, это будущее. Каждый народ имеет свою историю, и история каждого народа связывается в одну всеобщую историю, которую, я думаю, должны знать много людей и должны гордиться этим. По памяти народа всегда должна оставаться, чтобы наше будущее поколение всегда знало, что было сейчас, вот в настоящее время, чтобы в будущем не совершить этих жаж. Выставка «Бессмертный Сталинград» и другие военно-исторические проекты, проводимые русским историко-патриотическим клубом, призваны восполнить пробел в образовательной системе. Выездные выставки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы, пройдут в Уканежском районе. Также заявки на участие в данных мероприятиях подали школы села Авдарма, поселка Светлое, муниципия Камрат и других населенных пунктов. Елена Радку, главлад Табачук, новости ГРТ. Известный гагаусский музыкант, автор и исполнитель эстрадных песен, педагог, художник, скульптор и фольклорист Виталий Манжул удостоился почетного звания Республики Молдова «Маэстро ин арте». Соответствующий указ подписала президент Майя Санду. Почетного звания в области культуры и искусства в Молдове Виталий Манжул удостоился за выдающуюся деятельность в области культуры, существенный вклад в продвижение нравственно-духовных ценностей, значительные успехи в творческой деятельности и высокое профессиональное мастерство, а также по случаю празднования Дня национальной культуры, сообщает Управление культуры Гагаузии. На Камрадской аллее славы почтили память поэта Михае Менеско. 15 января исполнилось 173 года со дня рождения автора известной всем поэмы «Лучафару». Учащиеся теоретического лицея имени Гаврила Гайдаржи в муниципе Камрад в день рождения классика исполнили песни, читали стихи и рассказывали о жизни и творчестве Михае Менеско. Учащиеся теоретического лицея имени Гаврила Гайдаржи совместно с педагогом румынского языка на аллее славы муниципе Акамрад почтили память Михае Менеско. Они считают, что все поколения должны знать известного классика. Произведения Менеско были переведены более чем на 90 языков мира. Наибольшее количество его творческих работ звучит на немецком и венгерском языках. Великий румынский поэт оставил жирный след в истории румынской литературы. Мы все его помним. По этому поводу мы сегодня собрались, ученики и учителя нашего лицея на аллее славы у бюста Михае Менеско и вспомнили его произведения, его стихи, его творчество. Михае Менеско оставил память о себе благодаря своему творчеству. Он является звездой румынской литературы. Он всегда будет жить в наших сердцах. Мы всегда будем его помнить, его творчество. На сегодняшний день на следе Менеско насчитывает 17 томов различных произведений. Поэзия, проза, драматургия, публицистика, философские эссе, переводы. Он бесспорно является величайшим классиком румынской литературы. По словам преподавателя румынского языка и литературы Кристины Камбур, в своем творчестве Михае Менеско смог объединить и увековечить все самое прекрасное, что есть в литературном искусстве. Мы вместе с учениками, учителя румынской кафедры лицея имени Гаврила Аркадьевича Гайдаржи приготовили маленький спектакль, музыкальный спектакль, чтобы честить память этого великого поэта. В честь него носят имя и лицеи, и много музеев есть, и театры в имени этого великого поэта. Это наш национальный долг – воспоминать. Мы в каждый год этим стараемся сохранить память и культуру нашего поэта. Наш поэт Михае Менеско учит не только любви к природе, любви к близкому человеку, но также учит любви к родине, к патриотизму. Великий поэт, прозаик и журналист Михае Менеско родился 15 января 1850 года в Баташанах, а ушел из жизни 15 июня 1889 года в Бухаресте. Похоронен на кладбище Беллу в столице Румынии. В 1948 году он был посмертно избран членом румынской академии. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. В Испании открыли первый памятник поэту Михае Менеско. Мероприятие состоялось в день рождения румынского классика в городе Ривас, Васе, Мадрид. Инициатором открытия памятника стала испано-румынская ассоциация. Он представляет собой мемориальную скамью с изображением портрета поэта, на которой высечена цитата именеско. «Я понял, что человек может иметь все, не имея ничего. И ничего не иметь, имея все» на двух языках – румынском и испанском. Монумент расположен перед библиотекой имени Лорки на городской площади Конституции. Известно, что в этом пригороде Мадрида проживает 5000 румын. А это около 6% населения города. В завершении выпуска о погоде. С 17 января в Гагаузи ожидается переменная облачность. Влажность воздуха составит 83%. Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 11 м в секунду. Температура воздуха в Камраде днем составит плюс 9, ночью – плюс 5. В Чудар-Лунге днем плюс 8, ночью – плюс 4. Волконечных днем плюс 9, ночью – плюс 5. Это были новости на канале ГРТ. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин